Сложнее всего, по мнению экспертов, ликвидировать последствия коронакризиса будет Димитровграду. Здесь, по оценке специалистов Центра стратегических инициатив, одни из самых низких показателей с начала года. Провал экономиста и политологи связывают с оторванностью муниципальной власти от реальных проблем и уход в игры в большую политику в результате скатывания. Самое последнее место по уровню безработицы с самым высоким темпом ежемесячного увеличения безработицы – это Димитровград. 24 место среди 24 муниципальных образований. За только месяц рост на 1%. Яркий пример бесхозяйственности – ситуация с 10-й школой, на ремонт которой выделены значительные средства, которые, при взгляде со стороны, словно мешают местной думе. Школа на 400 мест. На начало августа было заявлено всего лишь 215 детей. При том, что город Димитровград – безусловный лидер по вторым сменам и с учетом того, что эта школа, в общем-то, в том числе не для самых простых детей. То есть детей, у которых есть определенные проблемы со здоровьем. При этом мы понимаем, что за месяц до открытия начала учебного года школа даже не укомплектована. Подрастающие поколения здесь, кажется, решили держать в ежовых рукавицах. Вопрос с горячим питанием в Димитровграде уже на контроле министра образования. Городская дума не дает согласия на передачу помещений пищеблоков в управление оператором питания. Если только муниципалитет не выполнит эту норму, которая здесь прописана по питанию с ОВЗ, тогда мы не сможем финансировать ни федеральными средствами, ни региональными. А обеспечить бесплатность питания с первого по четвертый класс мы обязаны. Вот вам и Красная дума. Послушаешь, так прям залюбуешься. А как на самом деле, так сказать, профессиональная деградация и неспособность. Продолжение следует...